Здравствуйте, это программа в центре внимания и сегодня мы говорим о налогах, как их платить, когда и почему. Сегодня у нас в гостях начальник отдела камеральных проверок межрайонной и ФНС номер 12 по Приморскому краю Андрей Бондаренко и главный государственный инспектор отдела межрайонной и ФНС номер 12 по Приморскому краю Алла Николашкина. Уважаемые гости, добрый вечер. Андрей Викторович, позвольте, первый вопрос вам. Наступил новый 2019 год, на дворе уже февраль. О чем прежде всего должен позаботиться рядовой обычный налогоплательщик в начале года? Какие налоговые операции в это время года он должен произвести в первую очередь? Пожалуйста. Ну, прежде всего, согласно налогового кодекса Российской Федерации, все граждане России должны уплачивать с полученных доходов налог. Это обязательно сделать в начале года? Нет, существуют сроки для подачи декларации о полученных доходах. Он составляет 30 апреля. То есть, для тех, кто обязан подать декларацию за 2018 год, срок подачи декларации 30 апреля 2019 года. Крайний срок. Да. Что будет потом? После этого у него также остается обязанность в подаче декларации, но за несвоевременную подачу уже будут применяться налоговые санкции. Это некий денежный штраф? Да, это статья 119 налогового кодекса, согласно которой за несвоевременную подачу декларации взыскивается штраф в размере 5% за каждый месяц просрочки. Но не более 30% от суммы, подлежащей уплате. И не менее 1000 рублей. То есть, в начале года прежде всего нужно произвести вот эти вот операции. Что еще должен налогоплательщик сделать в начале года? Или это главное и единственное? По полученным доходам в 2018 году это единственная обязанность. Существуют разные категории плательщиков, которые должны исполнить эту обязанность. Есть, допустим, доходы, полученные по договорам. Заключаются договора аренды, недвижимости, транспорта. Заключаются трудовые договора. Опять же, есть налоговые агенты, которые удерживают налог. Ну, как мы с вами зарплату получаем, с нее удерживается 13% подоходный налог. Есть ситуации, когда этот налог агент не удерживает. Соответственно, у плательщика возникает обязанность этот налог в бюджет перечислить. Есть категория плательщиков, которые обязаны подать декларацию от продажи имущества, от продажи квартир, от продажи транспорта. Но если это имущество находилось в собственности менее трех лет. Вот сейчас об этих видах налогов мы поговорим попозже. Мы работаем в прямом эфире. У нас есть звонок от телезрителя. Добрый вечер, пожалуйста, назовите себя и можете задавать свой вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, пожалуйста, назовите себя. Алексей, меня зовут. Добрый вечер, Алексей, меня зовут. У меня такой вопросик. В нашем доме один отец дает по шесть квартир, а налоги не платит. Куда я только не обращался в налоговое, ни ответа таки не получил. Куда мне можно позвонить или написать? Спасибо. Пожалуйста, кто может ответить на такой вопрос? Обратиться можете в любую налоговую инспекцию по месту вашего жительства, либо по месту нахождения этого имущества с письменным заявлением. Желательно, конечно, какие-то предоставить подтверждающие факты. Либо документы, либо договора. И на основании этих сведений мы будем отрабатывать данную информацию. Скажите, ну откуда у гражданина какие-то подтверждающие документы? Он живет в соседней квартире, просто видит глазом, что там приходят посторонние люди и ночуют. Документов никаких нет. Вы такой сигнал не примите просто словесно. Почему? Мы все, абсолютно все сигналы отрабатываем и по всем сигналам привлекаем УВД. У нас совместно с администрацией города и УВД подписано соглашение по работе с незаконной сдачей имущества в аренду. И мы в рамках этого соглашения совместно с УВД и администрацией отрабатываем все случаи, все обращения. Это абсолютная категоричная обязанность гражданина платить за сдаваемую квартиру. Вы за этим следите строго? Ну, конечно. Старайтесь. Если поступает информация, мы направляем плательщику уведомление о вызове в налоговый орган, что у нас имеются сведения, что он задает имущество в аренду. В связи с чем просим его либо пояснить данную ситуацию, либо предоставить декларацию. Если налогоплательщик не реагирует на наше уведомление, мы привлекаем его к административной ответственности. Как вы думаете, почему не все граждане платят вот этот налог создаваемого жилья? Они просто недостаточно информированы, куда и как платить этот налог? Или просто это очень большой налог, что они пытаются его не заплатить? Ну, налог установлен у нас кодексом. 13% мы же с вами с зарплатой платим этот налог и не считаем, что он большой. А в этой категории граждан, ну, как в России, на авось. То есть, сдаю, но налоговая не узнает, не заплачу. Узнает, может быть, заплачу. Наверное, так. Так, какие еще виды налогов существуют у нас в Приморском крае, которые граждане пытаются не заплатить вот подобный налогу на сдаваемое жилье? Приведите какие-нибудь примеры. У нас виды налогов – это налог на имущество, но его как бы обязаны все платить и платят на основании уведомлений, которые налоговые органы рассылают. И налог на доходы, о котором мы уже и сказали. Ну, а вообще нормальная ситуация, если гражданин ни разу в своей жизни не посещал налоговые органы. Вот, например, я ни разу в жизни не был ни в одном налоговом органе. Вот все налоговые операции за меня выполняют, собственно, бухгалтерия на месте моей работы. То есть это нормальная ситуация. Вообще можно ли платить налоги, не приходя в налоговые органы, не выходя из дома, сидя у компьютера? Алла Юрьевна, пожалуйста, может вы? Да, конечно. В настоящее время в Федеральной налоговой службе разработано более 50 электронных интернет-сервисов, благодаря которым физические лица, ну, любой налогоплательщик может воспользоваться услугами этих сервисов и не выходя из дома, без личного посещения налоговой инспекции, может получить государственные услуги. В настоящее время самый популярный, наиболее востребованный интернет-сервис – это личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. И благодаря этому интернет-сервису, повторюсь, налогоплательщик без личного посещения налоговой инспекции может получить массу государственных услуг. Например, получить актуальную информацию об объектах собственности, например, имущества, транспортных средствах, о начисленных и уплаченных суммах налоговых платежей, наличии задолженности или переплаты, может распечатывать и получать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, может производить оплату текущих налоговых платежей, а также налоговой задолженности по налогам, может скачивать программы для заполнения деклараций по форме 3НДФЛ, что наиболее актуально по нашей теме сегодняшнего разговора, заполнять налоговые декларации и отправлять их в режиме онлайн без личного посещения налоговой инспекции. Далее, может отслеживать статус камеральной налоговой проверки, то есть видеть, когда завершена камеральная проверка и когда будет произведен возврат на расчетный счет. Далее, может осуществлять обращение, обращаться в налоговый орган, также без личного посещения по различным вопросам. И для того, чтобы получить эту регистрационную карту и доступ к личному кабинету, налогоплательщик может один раз посетить налоговый орган лично с паспортом, где ему предоставят регистрационную карту и параллель доступа к личному кабинету. То есть сейчас налогоплательщик рядовой может вообще прожить всю жизнь и ни разу не столкнуться лицом к лицу с налоговым инспектором? Ну, электронные сервисы это позволяют сделать. А раньше? Как это было раньше? Ну, у нас... То есть приходилось людям ходить? Ну, у нас налоговым кодексом вообще определено несколько способов. Либо личное посещение налогового. Вот сейчас идет ежегодная очередная декларационная кампания по декларированию доходов. Стартовала она с 1 апреля и продолжаться она будет не позднее 30 января. И продолжится не позднее 30 апреля включительно. В рамках этой декларационной кампании налогоплательщик может посетить налоговую инспекцию либо лично, либо через представителя, либо направить налоговую декларацию по почте в виде почтового отправления с описью вложения, либо, как я уже рассказывала, направить налоговую декларацию в режиме онлайн с помощью интернет-сервиса личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Ну вот и еще один вопрос по поводу личного посещения налоговых органов. Этот вопрос вытекает из предыдущего. Что с доступностью сейчас ваших специалистов? Есть ли очереди? Легко ли попасть на личный прием? Ну очереди, конечно, у нас существуют. Инспекция обслуживает два больших территории. Вы имеете номер 12? Да, номер 12. Обширная территория, конечно, налогоплательщиков масса, но благодаря электронным интернет-сервисам существует такой сервис онлайн-запись на прием в инспекцию. Мы рекомендуем всем налогоплательщикам записываться на сайте Федеральной налоговой службы, онлайн-запись на прием в инспекцию. Очень удобный сервис. Здесь налогоплательщик может выбрать удобное для себя время, день, часы посещения, когда он хочет посетить и попасть на прием в инспекцию по любому вопросу, который его беспокоит. И этот плательщик обладает правом приоритетного приема в налоговой инспекции. У нас еще один звонок от телезрителя. Добрый вечер, пожалуйста, представьтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович, у меня такой вопрос. Почему транспортный налог на люксовые автомобили, допустим, в Владивосток и в Маганураде в разы больше? В разы больше. Кто-нибудь сможет ответить на этот вопрос? Действительно у нас налог на люксовые автомобили? Немного не по теме, но на люксовые есть установлен законодательством перечень дорогостоящего транспортных средств, с которым относятся люксовые, там стоимость больше трех миллионов. И он действует не на территории Приморского края, он действует на территории всей России. Поэтому у нас налоговое законодательство не ограничено какими-то территориями. То есть оно для всей России. Алла Юрьевна, вы цифрами какими-нибудь владеете? Что за разница у нас между люксовыми автомобилями или самым маленьким? Каков транспортный налог? Там повышенная ставка просто применяется. Ну приблизительно, вот какие цифры, я не знаю, за Лексус 2016 года сколько нужно заплатить налога? Ну порядка, наверное, около 50 тысяч. Около 50 тысяч. Понятно. Я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. У нас работает бесплатное онлайн-голосование. Вы можете обращаться, выражать свое мнение. И вопрос в онлайн-голосовании сформулирован следующим образом. Какой налог вас раздражает больше всего? И три варианта ответа. Транспортный, за сдачу жилья и подоходный. Андрей Викторович, какая категория граждан обязана предоставить декларации о полученных в 2018 году доходах до 30 апреля? Это касается всех без исключения граждан? Как я уже сказал, да, все граждане, которые получили доходы, с которых не был удержан подоходный налог, обязаны этот доход задекларировать. Кроме них, это у кого было отчуждение имущества, находящегося в собственности менее трех лет. Это категория, которой обязаны подать декларацию. Еще один телезритель дозвонился до студии. Здравствуйте, назовите себя и задавайте вопросы. Пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас прекрасно слышим. Представьтесь, задавайте свой вопрос. Меня зовут Галина, я работаю в селе парикмахером. И с июля 2019 года у нас по закону вводят таксовые аппараты. Вот для меня это больной вопрос. Так как мы зарабатываем здесь очень мало денег, а закон для всех одинаковых. Его надо покупать. Дочь у меня студентка, я ее одна воспитываю. Вот есть ли какая альтернатива работать в селе без красного аппарата? Ведь его купить надо, деньги заработать. Обслуживание его, интернет, все это надо. Для меня это очень большая проблема. Есть ли какая альтернатива? Впереди на другой налог работать. Меня очень это волнует. Галина, извините, наверное, вопрос все-таки не по теме. У нас тема люди и налоги. Кассовые аппараты к этому отношению не имеют. Извините, пожалуйста. Какая предусмотрена ответственность за несвоевременную подачу налоговой декларации? Как я уже сказал, это статья 119, 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки. Каждая просрочка рассматривается индивидуально, ведь человек мог находиться где-то за границей. Какие-то объективные причины или это все потом через суд решать? В налоговом кодексе предусмотрено две статьи, 112 и 114. Одна это смягчающие обстоятельства и отягчающие обстоятельства. Все эти статьи при вынесении решения по конкретно каждому случаю рассматриваются. То есть, если у человека были какие-то тяжелые, либо отсутствие, подтвержденное документально, что он может подтвердить, что он на крайнем севере находился. Но, опять же, находился на крайнем севере, он мог оставить доверенность, зная, что у него есть обязанность подать декларацию. То есть, все случаи рассматриваются индивидуально. Но это что касается налоговых деклараций. А санкции и ответственность за неуплату вообще налога, например, таких обычных, на имущество, на транспорт, что сейчас российское законодательство в этом отношении говорит? На имущество, на транспорт, там нет санкций, есть с налоговым кодексом предусмотрено. За несвоевременную уплату налогов начисляется пеня. То есть, есть у нас срок по НДФЛ, по декларации, это срок 15 июля, до этой даты должен быть уплачен налог. Соответственно, с 16 июля уже будет начисляться пеня на эту сумму. Понятно. Алла Юрьевна, а если у налогоплательщиков возникнут какие-либо вопросы по поводу сдачи декларации, куда и как им лучше всего обращаться? Ну, конечно же, мы рекомендуем обращаться к онлайн-сервисам Федеральной налоговой службы. Как я уже упомянула, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, он будет всем налогоплательщикам в помощь, особенно при заполнении налоговых деклараций по форме 3НДФЛ по поводу отправки в режиме онлайн без посещения. Кроме того, обращаю внимание, что налоговые службы будут проводить 5 марта 2019 года день открытых дверей для налогоплательщиков по информированию налогоплательщиков о действующем налоговом законодательстве и по порядку заполнения налоговых деклараций. Поэтому в этот день, 5 марта, все налоговые инспекции края будут работать в режиме с 9 утра до 20 часов вечера без перерыва на обед. И поэтому мы в этот день приглашаем всех потенциальных декларантов посетить налоговую инспекцию. Сотрудники налоговой инспекции в этот день будут оказывать практическую помощь по заполнению деклараций. В день открытых дверей можно приходить в порядке живой очереди или по предварительной записи? Можно любым удобным способом для налогоплательщика. И по предварительной онлайн-запись, либо в порядке живой очереди. Нужно ли платить налог при продаже квартиры, если она досталась по наследству? Это вопрос от телезрителей. Если квартира находилась в собственности менее трех лет, то есть вступили в наследство и через год решили продать, тогда обязанность по подаче декларации и уплате налогов в данном случае есть. Что касается налоговых вычетов, за что сейчас гражданин может их получить? Какие есть категории? Если дальше продолжить, в конкретном случае, если вступил в наследство, допустим, квартира досталась по наследству, при продаже и подаче декларации налогоплательщик может заявить вычет в размере миллиона рублей на каждый объект. Кроме этого, существуют социальные вычеты. Это по лечению, по обучению за себя, за своих детей и вычет по имущественной, так называемой, при покупке квартиры. Давайте возьмем пример. Самый частый, наверное, самый распространенный налоговый вычет – это за лечение и обучение. Какой пакет документов должен налогоплательщик предоставить, чтобы получить эту услугу? По лечению основным документом это будет справка, выдаваемая для налоговых органов. То есть есть установленная форма, она подается в оригинале конкретно для налоговых органов. Если за детей, допустим, лечения или за родителей, тогда подтверждающие документы прикладываются, подтверждающие родство, либо свидетельство о браке, либо свидетельство о рождении. По обучению прикладывается договор на обучение. Если это за ребенка справка о том, что ребенок учится на очной форме, за очную форму вычет не предоставляется. И квитанции, подтверждающие оплату. Вы говорили о налоговом вычете при продаже квартиры, а при покупке квартиры? При покупке квартиры каждый гражданин может заявить имущественный вычет в размере 2 миллионов рублей. Для подтверждения также прикладываются договоры... Вы хотели сказать, до 2 миллионов рублей? До 2 миллионов, да. Прикладываются документы, это договор купли-продажи, если кредит, кредитный договор, либо ипотечный договор. Также платежные документы, в данном случае это либо расписка, либо выписка со счета, если было безналичное перечисление. Свидетельство о регистрации права, это если была купля-продажа, если это долевое строительство, акт приема-передачи квартиры в собственность. Ну, это как бы основные. У нас до конца эфира осталось совсем немного времени. Предлагаю прокомментировать итоги нашего онлайн-голосования. Так вот, большинство телезрителей на вопрос, какой налог вас раздражает, высказались за транспортный. Это 61%, 20%, 28% высказались за то, что их раздражает больше всего подоходный налог и всего лишь 11% за налог за сдачу жилья. Алла Юрьевна, пожалуйста, прокомментируйте цифры. Налогоплательщиков, оказывается, больше всего раздражает налог на транспорт. У вас с этим самые большие проблемы и больше всего количество вопросов от налогоплательщиков в этой области. Вы это чувствуете по работе с населением? Нет. Скорее, это просто, наверное, самая большая категория налогоплательщиков, потому что в нашем городе транспортное средство есть практически в каждой семье. Наверное, в связи с этим и связано. А что касается за сдачу жилья, почему-то совсем мало. Не хотят раскрывать, что так много людей... Видать, не такой, он все-таки большой налог, что не так сильно и раздражает. Ну а подоходность, сколько он сейчас составляет? Что представляет? 13%. 13%. Это есть налог на доходы, физлист, подоходный налог. Аллари, ну полминуты у нас остается до конца эфира. Прошу вас еще раз объявить дату и условия дня открытых дверей в налоговой инспекции. Значит, повторюсь, что налоговая служба проводит 5 марта 2019 года день открытых дверей по информированию налогоплательщиков о действующем налоговом законодательстве и по порядку заполнения налоговых деклараций по форме 3НДФЛ. Наверное, и вообще по всем вопросам можно приходить. Конечно, безусловно, да. Поэтому мы рекомендуем не откладывать предоставление декларации на последние дни и приглашаем всех потенциальных декларантов посетить налоговую инспекцию. Мы рады будем вас принять и обслужить. А вы, соответственно, исполните свою обязанность по заполнению декларации, по предоставлению декларации о доходах за 2018 год. Запомним, с утра 5 марта. Это была программа «В центре внимания». Спасибо, что были с нами. И до встречи.